Одно из самых молчаливых отделений Саратовской областной больницы. Здесь пациенты не любят говорить журналистами, диагнозы слишком сложные. С неизлечимым боковым амиотрофическим склерозом здесь лежит один. По прогнозам врачей, ему осталось полтора года. Исследования ведутся больше 30 лет, пока какого-то значимого препарата в мире не зарегистрировано. В ближайшие все-таки 5-10 лет, я думаю, что проблему с боковым амиотрофическим склерозом не решат. Не верят, что изобретут лекарства от этой болезни. А вот американцы решили рискнуть. Таким способом собирают деньги на создание лекарства. Боковой амиотрофический склероз поражает нейроны головного и спинного мозга. У человека атрофируются мышцы. Паралич. Что-то вроде обливания ледяной водой. И правила благотворительной акции. Облейся, переведи деньги больным и передай эстафету еще троим. Она, как вирус, распространилась по всему миру. Дошла и до Саратова. А от кого принимает стабиль? Присоединился, да и все. Не совсем понимая правила и смысла акции, известный саратовский художник сразу подхватывает идею обливания. Он необычным образом решает засветиться во флеш-мобе. Есть диссонанс между благородством идеи и вот таким нелепым реализованным способом. Когда эти баки с водой падают людям на голову. Когда девушки в обнаженном виде обливаются, сидя на коне. Бизнесмен Алексей Колесников не стал участвовать в акции. От нелепой до гениальной начался круговорот мнений саратовской элиты. То вода непременная атрибут всего происходящего. Предприниматель Григорий Гейфман принял развлекательную форму серьезной акции и выложил в интернет, как облился ледяной водой из кадушки после бани. Культура на Западе давно сформирована. Вся благотворительность организуется через тусовку. Через какие-то вечера красивые, где приходят дамы, хорошо одеты, им подается шампанское. Это новый подход к благотворительности. Она не должна создаваться в виде постоянно вопрошающих людей. Без тени сожаления облилась и дизайнер одежды Анна Иванова, тщательно продумав декорации публичного действия. Кстати, в этот день как раз у меня была очень хорошая укладка, мне так жалко было. Я выхожу в купальники, с ведром или с тазиком. Конкурс мокрых маечек тоже чересчур, наверное. В черном платье и с прозрачной чашей, запечатлев себя на камеру, она перевела больным аметрофическим склерозом 10 долларов. Если хотя бы часть из этих людей она услышит и увидит это и поймет, то значит я смогла снести хотя бы небольшой свой вклад. Действительно, суммы на счетах благодворительных фондов за последние два месяца взлетели в разы. По правилам акции, после обливания каждый должен пожертвовать 10 долларов, а за отказ от нее 100. Ну да, если я облился, то значит я не плачу. Значит я жадный. А если я не стал обливаться, отдал деньги, то я молодец. Тогда, стало быть, все, кто обливаются, жаден, говяден. Обливающихся обвиняют не только в жадности, но и в тщеславии. Противники акции считают, что известные люди принимают эстафету для самопиара. Ой, что это у вас? Новая шуба? А ну-ка покажите, покажите. Да, новая, довольно дорогая. Предприниматель Андрей Табаяков и не скрывает, что обливался для привлечения внимания. Он в эпицентре всех саратовских публичных благодворительных проектов, как, например, и этого спектакля, деньги от продажи билетов на который передадут одаренным детям. Да, привлечение ко мне, привлечение к этой акции однозначно. Есть элемент шоу, и слава богу, что он есть. Дубль первый. Уровное спасибо, что поддержали фонд «Артист». Осознав популярность акции, ее начали активно трансформировать. В итоге вызов ледяных ведер проект Ice Bucket Challenge вышел из берегов. Другие благотворительные организации с помощью тех же обливаний стали зазывать к себе. Именно где-то на границе с Россией флешмоб стал недоигрывать до своей первоначальной сути. И обливания стали происходить, что называется, в сухую. Большинство простых людей даже не осознают, зачем льют на себя ледяную воду. А известные осознанно продвигают свои благотворительные фонды, используя чужую изобретательность. Однако тонны вылитой воды по всему миру смыли завесу с неизученного редкого заболевания. Пусть и не кристально чистая, но эта вода должна вылиться в крупную сумму, если не на изобретение лекарства, то на поддержание больных, чтобы хотя бы временно растопить лед их столь же короткой жизни. Юлия Конькова, Александр Пиченко, Александр Бачков, ТВ-центр, Саратов.